Друзья, всем привет! С вами Влад Ядров и это Инстановости. Сегодня я вам расскажу, что же должно быть в твоем профиле Инстаграма обязательным. Поехали! Итак, давайте, ребят, поймем, что читатели, подписчики становятся клиентами не сразу. Они становятся через год, через месяц, через день могут стать вашими клиентами. Но к этому нужно их подвести. Для этого у вас должны быть обязательные элементы в профиле. И давайте приступим к перечлению, какие. Первое – это контактная информация. Вот в профиле у вас есть 150 символов в описании, где вы можете написать свой телефон, адрес и так далее. Сейчас Инстаграм вам облегчил это. Он создал бизнес-профили, которые могут отдельно указать свой адрес. И не надо в шапке тратить на это символы. И телефон вы тоже можете указать в бизнес-профиле. Поэтому у вас шапочка остается для персонального предложения и пиара себя в этой шапке. Поэтому контактную информацию не забывайте писать. У вас есть сайт, у вас есть личный блог, у вас есть YouTube-канал, у вас есть чаты в WhatsApp, где с вами можно моментально связаться и так далее. Не забывайте писать еще вот эту активную ссылку. Это все и есть контактная информация с вами. И она очень важна для тех, кто хочет у вас что-то купить. Потому что для них важно, действительно ли вы человек, который существует, или вы просто мошенник. У мошенников обычно один телефон, который они взяли и выкинули. А если у вас есть много контактов, адресов и так далее, то у человека возникает доверие к такой компании, что она действительно на рынке существует. Следующий пункт – это ваши фотографии. Если вы эксперт, либо вы профессионал в какой-то сфере, даже если у вас интернет-магазин, поверьте, фотография директора магазина, она всегда будет кстати. И это еще один пункт доверию ваших потенциальных клиентов, ваших подписчиков. Ваши фотографии нужны в профиле. Поверьте, это улучшает качество общения с клиентами и их доверие. Выставите пару фотографий, поймите обратную реакцию, поймите стиль, в котором вы хотели бы себя внедрить в ваш аккаунт. И можете спросить это у читателей. Поверьте, читатели вам ответят, хотят ли они вас видеть или нет. Но фотографии ваши личные обязательно должны быть, это обязательное условие. Четвертый пункт – это видео. Видео сейчас тренд является в Инстаграме. И не использовать это нельзя. Я каждому клиенту говорю, если ты занимаешься оптом, снимай контейнер, как тебе приехал. Как ты его разгружаешь, как ты открываешь коробки, вот эти все распаковки. Это все очень круто, клиентам это нравится. У вас этого контента, вот каждый день вы его и видите. Но почему вы его не показываете людям? У вас есть лайф-трансляция, у вас есть сторисы. Вы можете посты видео делать. В галерею загрузите вообще 10 постов с видео, и люди будут смотреть за вами. У людей видео вызывает больше доверия, чем просто фотография. И это надо использовать. Не забывайте теперь то, что обязательное условие, если в вашем сейчас аккаунте нету видео, оно должно там появиться, и их должно появляться больше, больше и больше. Снимайте, как вы делаете работу. Пусть снимают вас со стороны. Вы мастер бровей, ресниц, маникюра. Вы всегда выставляете просто фотографии, как вы это делаете. Начните видео снимать. Поверьте, оно зайдет, обязательно зайдет. И последний пункт, который должен обязательно быть в вашем профиле, это не продавайте, а рассказывайте. Люди любят рассказы. Когда вы описываете, как вы пользуетесь данным продуктом, как вам нравится ваша услуга, которую вы оказываете, почему вы ее оказываете, сколько у вас довольных клиентов, почему они довольны, чем вы им помогли, какие-то кейсы. Не надо людям впаривать постоянно, просто тупо купи-купи-купи. Я говорю это постоянно. Ребят, начните не заувалированно, не начните не обманывать клиентов, а начните просто рассказывать о своем продукте, что вы делаете. Вот я сейчас просто рассказываю о продвижении в Инстаграме. Вам это нравится? Нравится. Вы в дальнейшем, возможно, обратитесь ко мне? Возможно, обратитесь. Вот это уже возможно, это практически есть продажа. Поэтому пользуйтесь этим, рассказывайте о своем продукте и не впаривайте его. С вами был Влад Ядров. Надеюсь, что это было полезно. Ставьте лайк обязательно под этим постом видео. И подписывайтесь на меня во всех соцсетях. Пока-пока.